Всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Бисквит и мы с вами начинаем проходить пролог модификации плохая компания под названием связной. Мод считается одним из лучших в декабре 2015 года, ну и соответственно он вышел относительно недавно, поэтому давайте начнем новая игра Ветеран. Плохая компания пролог связной. Он это сделал зря. Крамер почти обманул. Ладно, хрен с ним, груз перехвачен, свидетели убиты, а значит мы можем перейти непосредственно к делу. Связного звали масоном. Что ж, его имя теперь принадлежит тебе. Тебя в зоне пока мало кто знает, поэтому легко вольешься в новую группировку. Их лагерь находится где-то в центре свалки, точнее сказать не могу. Но недалеко отсюда охотники устроили лагерь, порасспрашивая их, может что и поведают. Рискованная работенка. Что если спросят пароль или вообще не узнают вам не масона? Не волнуйся, это вторая группа из их экспедиции. Первая по случайности подорвалась на минах старого кордона. В общем, люди новые, не успели еще познакомиться друг с другом. Так, а эта группа была разорвана мутантами. Ты единственный выживший. Впрочем, еще полон сил, чтобы по работе на них выяснить все их планы. Постарайся сблизиться с командиром. Кто он? Тимур, мать его. Тимур ведь самый настоящий. Уважают альтруистов и работяг. Тот еще коммуняга. Ты это, стакарам помогай в их насущных делах, и он может и тебя полюбит. Ну все, время спустя я с тобой свяжусь. Не оплошай, масон. Но пасаран. Та, это прохождение трудных частей сюжета, которые, по-моему, вообще-то... Ладно, поехали. Я просто помню, как я в подсказке. Сержавец, мастер, прикрытие личное стало. Кроме того, все, кто вступил в лог, обеспечивается оружием и отличным снаряжением. Прямо нам вранца не заставит долго. А вот и масон. Странные сталкеры. Странное дело, странная посылка. Что-то в ней не так. Костик говорит, что диггеры ведут двойную игру. Сейчас они друзья сталкером, а завтра нет. Но на то вас стоит. Заберу-ка пока. Так, тут у тебя... Давай поэмнем. Амп5 можно разрядить? Шикарно. Так, где мы сейчас вообще находимся? Свалка. Заброшили. Нет, подождите, это не свалка. Или свалка. Свалка, лол. Это это, билдовская, походу. Ну, поехали. Стоянка охотников. Нам как раз туда. Глада не влипнуть в аномалию. Коих тут по дороге, я так понял, полно. Надеюсь, что локации не будут такими же пустынными, как и... в оригинале. И в это... Ой, ёп. Залетел. Первая аномалия. Ну да ладно. Да, это билдовская локация. Я ее узнал. Еще у Сло Стальфы. Так, вот и охотники. С кем будут потрындеть? С тобой, наверное. Хочу тебя кое о чем спросить. Кто мог предложить работу? Работа на себя. Окей, спасибо за подсказку. Ты тут никто. И ты, так по-моему, тоже здесь никто, да? Товарищ. Да, ты здесь никто. Место сна. Важный персонаж. В вагончике, походу, сидит. А вход в вагончик здесь. Как дела? Зверобой, привет, охотник. Кажется, мы раньше не встречались, верно? Да, и в этих краях, похоже, ты впервые. Снаряжение совсем не годится. Вот, возьми дробовик. С ним поспокойнее здесь хаживается. Что ж, меня зовут Зверобоем. Я охотник, и эти ребята тоже. Мы свободные сталкеры. Никого не поддерживаем, ни с кем не воюем. Разве что с мутантами. А как тебе крикать, и кем вообще будешь? Массон я. Такой же сталкер, как и ты. Спасибо за обрез добротное оружие. Чем могу служить? Одинокому путнику я завсегда рад помочь. Спасибо за подключение. Кстати, еще и группу диггеров. Мое путешествие было в компании, но на поступках сталки нас атаковали мутанты. Я единственный выживший. Странно. Недавно с ребятами прошлись по тропам и всю ничь на фарш пустили. Неужели опять набежали? Вот твари. Да, и теперь я один. Мы шли по контракту, нас наняли диггеры. Всего лишь доставить посылку, на дорогу знал лишь проводник, который все держал в уме, а штопово. Может, ты знаешь, где диггеры устроили лагерь? Работа есть работа. Странно, ведь диггеры от собой не скрываются. Сейчас они настрой площадки. Ты мне сильно помог, спасибо. До встречи. Постой, и ты нам помочь можешь. Плата будет в самый раз. Патроны, деньги или редкое охотничье оружие. Ученые хорошо платят за шкуры мутантов. Заходи, как-нибудь поохотимся. Обязательно зайду. Ну, не пуха. Будет все здания за гробой. То есть, тут вот такие подсказки, да, в таком духе. Зачем мне здесь понадобился ПМ? Сейчас мы... Стро-площадка. Где она у нас? Так. Кладбище техники. Заброшенный ангар. Вообще-то стало долго баррикады. Ага. Нам, в принципе, по пути. Сейчас мы... А, вот еще где была билдовская свалка. Упавшая звезде. У меня, кстати, имеется такая мысль на упавшую звезду продолжить. Кто долго со мной, тот знает, о чем я. И помнит причину. Того самого... Завершения, скажем так, прохождения. В общем, у меня там был неприятный вылет. И все покатилось. Как говорится, по пизде. А сюжет был неплох. Так, Тенни где-то здесь, наверное. Не... Здание вообще не такое. Какое мое сие. Что ты пришел сюда, человек? Ебать, это что такое. Что-то не так. Словые кальцинации. Это слышно? Черт. Что это было? Нет. База. У меня все нормально. Можная тревога. Ну, понятно, что у них не особо все нормально. Тут либо контролер, либо еще что-то. Так. Тайник, а ты где есть? Внизу, что ли? Поехали, посмотрим. А! А, застрял. Вот он. Так. Три аптечки и патроны. Тайник сталкера-масона. А! Это елки-палки. В общем, двигаем к строительной площадке. Я так понял, локации все такие же пустынные и незаселенные. Кладбище техники. У меня с этим кладбищем техники не... Опа. У меня с этим кладбищем техники не очень хорошие воспоминания связаны. Тут было очень много зомби. Не помню, какой это был мод. В общем, тут было просто толпень зомби. И для меня это все очень плохо закончилось. В тот раз. Но если это строительная площадка, то я, скорее всего, Моцарт. Поговорить с Тимуром. Ммм, прикольные модельки, кстати. Мы что-то подобное для своего моду делаем. Здорово, сталкер! Ты Тимур, колдун. Здорово, как жизнь, колдун? Ну, как видишь, техники почти нет. Живем, словно после ядерной войны. Если осталось что-то, то в конец убитое. А запчастей хрен да ни хрена сверху. Так что приходится мудрить и лепить из того, что есть. Либо что подвернется. Вот мне недавно нужно было приемник смастерить. Так чуть ли не из холодильника пришлось собирать. Ну, не цирка, а. Да, туговато здесь у вас. Ну, а самого тебе тут как? Да, как обычно. Сниму оружие и костюмы. Улучшаю. Улучшаю. Улучшаю по потребности. В общем, по потребности. Стало быть, если надо будет что-то подремонтировать, это ко мне. Мне бы только детали достать. Эх, я бы таких наворотов... Короче, найти 20 деталей, я понял. Это типа инструменты. Это такой аналог. А вот и Тимур. Чего тебе, сталкер? Я связной. Ты? А где твоя охрана? На подступках к свалке на нас напали мутанты. Только мне удалось спастись. Вот посылка. В целости и сохранности. Жаль, ребят. Что ж, дело сделано. Это главное. Это тебе заработаю на первое время. Аван с тех сталкеров тоже тебе причитается. В общем, все. Ты свободен. Можно, конечно, и продлить наш контракт, потому что вижу, ты человек работы. А нам именно такие сталкеры и нужны. Плата прежняя, зато будешь всегда сыт и вооружен. Во благо общего дела. Перспективы меня устраивают. Дай немного времени отдохнуть, и я готов. Хорошо, свяжусь с тобой позже. Еще увидимся. Змей. Так, так, так. Кто это тут у нас? А, это масон, связной наш. Слушай, отгадай загадку. Не все могут добраться до конца. Почему? Как-то так случилось, что опытнейшие сталкеры были разорваны мутантами, а на тебе не сарапины. Везение и чутка сноровки. Как же? А может, это ты всех их порешил? Ходится в ушок, мол, наемники нашими делами занялись и вынюхивают здесь что-то. А вдруг ты один из них? Не более чем догадка. Ну-ну. Тогда ежури ты связной, передай привет моему другу. Грифом его кличут. И с долгом. Ты найдешь его на севере свалки. Я не мальчик на побегушках, что будет в почтовых голубях значится. Крутой нрав. Отдыхай, салага. Не смей так с мной разговаривать. Что это за тело такое? Змей. Не-не-не. Это все. Можете. Что-то он борзеет. Так, к грифу поехали. Как видим, потихонечку наши дороги с нашей группой сходятся. А, радиация. Радиация. Яички сейчас все облучил. И все. Ай. Б. Билловская свалка. Честно, какие-то горы. Похоже на то, как я первую локацию свою делал. Тестовую. Пум-пум. Застава долго. Ну, не так уж и далеко. Да, локации пустоваты, пустоваты, еще раз пустоваты. Не перестану это говорить, но автор на заметку. Братан, если что, вдруг. Заселяй. А так все шикарно. А, аномалия. Я ее видел. Я в нее чуть не вляпался. Сейф. Гриф. 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 Тебя-то я узнаю, наверное. Дикобраз. Здорово, брат. Эх, знал бы ты. Куда тебя заведет дорога. Так, а где гриф-то? Ммм. Ага. Вот. Стоит. Здравствуй. Чего тебе, сталкер? Прозвище змей тебе о чем-нибудь говорит? Допустим. Слушай, давай на чистоту. Этот змей мутный тип. Не нравится он мне. Он никому не нравится. Какого рожда ты его упомянул? Он привет тебе передает. И похоже, этот привет означает, что он скоро к тебе наведается. Вот гад. Вот гады. Зажимают со всех сторон. О чем ты говоришь? С одной стороны, этот змей наемный киллер. С другой свободой мазих. Постой. Змей киллер? Бывший наемник. В прошлом пересекались на лазере Гентарь. Мы бункер Сахарова охраняли, а у него заказ взять Джун Круглова, который там скрывался. Волкодавт ведь упустил его тогда. Впрочем, везде и змей остался ни с чем. Мы перебили весь его отряд и из-за ним ползоны гнались. Вот с тех пор он может соотомстить мне. Но, конечно же. Теперь ясно, почему свободу интересуется свалкой. А змей-то поумнел. Я могу помочь тебе разобраться со свободой. Но только в том случае, если ты разберешься со змеем раз и навсегда. Делова подход. Мне нравится это. По рукам. Поговори с Миронюком, он разъяснит тебе ситуацию. До связи. Еще увидимся. Так, Миронюк. Миронюк, Миронюк, Миронюк. Я что-то подустал. Я понял. Р-радиация. Действительно, жрет она здесь нехило. А, ты и есть тот самый товарищ, который решил помочь долгу, верно? Так точно. Какова обстановка? Правду скажу. Хреновая. Свобода базеет, прет на свалку к себе домой. Хочет обложить нас со всех сторон. Со складов-то мы их поперли. Теперь они хотят на новом месте базироваться. И наша задача не позволить им это сделать. Иначе же все. Путь в бар открыт и пиши пропало. Есть план. Первонаперво нужно лишить их складских запасов. Где-то на свалке они устроили схрон с боеприпасами. Но где, мы не знаем. Если его уничтожить, тогда свобода лишится контр-атакующего маневра, что даст на время перегруппироваться. Предлагаешь мне каждую бочку на свалке проверить? Будем реалистами. На собственном пути скажу, что схроны нужно постоянно осматривать. Мало ли. Уверен, бойцы свобода время от времени заглядывают туда. Нам лишь остается выловить время и проследить за одним из сводовцев. Все гениальное просто. Именно. Займи позицию и наблюдая за местностью. Как только заметишь спалкере свободы, чеши за ним. Да на глаза не попадайся. Думаю, он проведет тебя куда надо. Свяжись со мной, когда ты ищешь схрон. Я тебя понял. Ага. То есть, ты знаешь, где нужно занять позицию, но не знаешь, где примерно находится склад. Я понял. Это вполне себе логично. А я где-то читал, что можно почти сразу получить детектор медведь, но как это сделать я пока не в теме. Скорее всего, чуть дальше. Ожидайте на месте, пока свобода весь не достигнет цели и игра не даст дальнейших указаний. Ну, го, понаблюдаем. Может, что найдем. Это что за тива? Свобода. Ага. Вот дик заставы, да? Карты бесполезно вклеена. Следить за свободовцем. Прошелся, толкнул своего. Побежал дальше, как ни в чем не бывало. Возможно, я зря, конечно, включил подсказки. Пролетим, наверное, игру просто на изичах мод. Да ладно, это лучше, чем я бы запаривался с тем, как пройти тот или иной момент. Как это было у нас в плохой компании. Господи, еще ты забыл мод. Вот. Когда тыркаешься между персонажами, не знаешь, кому подойти, с кем поговорить. Ну, короче, я понял, где Дуаштейник находится. Он в подвалах, вот это помещение. Просто я сто процентов говорю. Ты меня запалил, он меня запалил. Как это, как это, как? Я далеко был. Ладно. Я загружаться не буду. Я буду проходить вот так, как оно есть. Скорее всего, Миронюк меня сейчас к чертой матери пошлет. Я раскрыл себя. Не будьте разведчиком. Ладно, я лично займусь этим делом. Есть работа для тебя. Дело у нашего механика. Поговорить с колдуном. Конечно, лучше было бы, если бы я себя не выдал. Я думал, что надо сейчас как-то за ним идти, что ли. А в итоге он меня каким-то образом спалил. Ну да ладно. А слушайте, а если я сам зайду, я обращу этот склад. Интересно, покатит или нет? Пойдемте попробуем. То есть я стоял здесь, и я спустился буквально досюда, и все. Как бы тут уже палило. Это странно. Так быть не должно. Так, ну ты бежал. Ты бежал вот сюда. Соответственно, тайник где-то в этих местах. Ну да, на самом деле это... Это просто иголка в стоге сена. В аномалию ты вряд ли запрячешь все это дело. Господи. Да, здесь найти что-то будет нереально самому. Тут надо было... Делать все вовремя. Ага. А вот может быть тут что-то. Ну я тут уже не помню, где что. Я сейчас просто... Либо заблужусь, либо... Никуда не выйду. Поэтому ладно, пойдемте отсюда. Миронюк нам доложит. Я думаю об этом. Бежим к моему эту кучку мусора, а то... В прошлый раз мы что-то облучились с тигонца, что чуть не привело меня к летальному исходу. Все, что по хпшкам. Полное. Замечательно. Так, механик, 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 механик. Давайте сначала подойдем к Тимуру непосредственно. У нас нет секретов, говори как на духу. Так, окей. Мой механик. О, кормилец! Привет. Что нужно сделать? Помнишь, я рассказывал тебе про радио? Так вот. Оно совсем перестало работать. Я могу его починить, но для этого мне нужны радиодетали. Поищи в округе что-нибудь подходящее, ладно? Для общего дела. Окей. Так, а что мне там игра пыталась рассказать? История сообщений. Ээээ... Так. 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 Они просто ужас как непопорядку здесь находятся. Но что-то мне игра хотела сказать. Не быть тебе разведчиком. Ага, ага, ага. В заборченном доме возле ЖД путей в виде сломанного радио. А где здесь ЖД пути? Жизнь нынешне неспокойна стала. Никогда не знаешь, какой сюрприз за пустом поджидать. Это всё дорога. Удовольствие от работы не то же. А, наверное, вот сюда. Я понял. У него проблемы, пожелания, обращайся. Окей. То есть нам опять... Не, не, стопай, нам вниз надо идти. Во. Да, это имбайки, подсказки. Не знаю, возможно... Возможно, я их выключу. Переиграю. Либо ещё что-нибудь. Ну, а с другой стороны, как иначе догадаться, где находятся радиодетали, как бы. Как бы есть ЖД пути, есть заброшенный дом. И как в здравом уме, можно догадаться, что детали находятся вот тут вот. Я не знаю. Так. Радиола там трынгит. Вот это вот, вот эта тема. Машинка. Что тут у нас есть вообще? Это что? Это ничего. Пусто. Ой, ой, ой. Тут куча заброшенных домов на самом деле. Помню я эти места, более или менее. Более или менее. Ага, ага, ага. Чисто. Тут тоже. Скорее всего, на втором этаже. Сломано радио. А вот и оно. Отнести приёмник к колдуну. Поехали. В общем, мы пока что выполняем такую работёнку, знаете. Не грязную, нет. Малозначимую. То есть, и подай, принеси. Принеси, подай. Иди нахуй, не мешай, да? То есть, как-то сейчас всё пока что вот так. А потом, я думаю, будем втянуты в такие события. Что обычному наёмнику это не снилось. Да даже, наверное, какому-нибудь киллеру это не снилось. Уверен, ты найдёшь способ, как извлечь пользу из этого хлама. В самый раз. Далее, Тимур просил тебя добыть пару артефактов. Ночная звезда и кровь камня. И да, змей говорил, что для тебя есть работёнка. Спроси у него. Увидимся позже. Удачи тебе, Сталк. Змей, 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 змей. Эмммм. Здорово, змей. Я пришёл договориться. Не хочу, понимаешь ли, иметь... А, в чём дело? Масон, рад тебя видеть. Как скажешь. Да, я слышу, что ты налетовался к долгу, и теперь с грифом имеешь общее дело. И что с того? А, ничего. Ладно, давай делу. Знаешь, кто такие могильщики? Впервые слышу. Видимо, твой сохран они ещё не обчистили. В общем, теперь они на свалке, и меня это безумно раздражает. Нужно, чтобы ты разобрался с ними раз и навсегда. Где их искать? А я-то откуда знаю. Теперь это твоя работа. Ну ладно, дам небольшую наводку. Днём их не ищи, они прячутся в своих норах. А самая известная нора на свалке, это железнодорожные тоннели. Где-то там они, я чую. Днём их не ищи. Ещё увидимся. Ну, поехали, посмотрим. В этих, что у нас в этих туннелях, у нас есть, в принципе, только один туннель, западный. На подсказку я не смотрела, даже ничего посмотреть не успел, в общем-то. Поэтому... Ага. Ага. Хорошо и как. Окей. Может, с этой стороны? Да. Тут у нас что? Тут у нас нормально всё. Нашли глаз. Еле-еле. Ага. Тут у нас ничего. Я понял. И в пояс мы тоже, наверное, залезть не можем. Хорошо. Значит, если он сказал, днём их не ищи, то будем ждать ночи. Я не знаю, где-то можно поспать в логере сталкеров? Так, важный персонаж, стоянка охотников. Я думаю, что да. Пойдёмте, посмотрим. Наступила ночь. Спального места в лагере сталкеров нету. Ближайший находится в лагере охотников. Пробежался до сюда, поспал. Наблюдал в чате, когда срач между долгом и свободой. В общем, ничего нового. Свобода говорит, никаких обязаловок. Вступай к нам, свободный режим. Будь там свободным сталкером. И долг ему отвечает. И закончи свою жизнь в канаве, накачанной наркотиками. Нормально, чувак. Ну, в общем-то, типично. В западном... Фу, восточном... Подождите, в западном я был? В западном я был. Заглянем в восточный туннель. Всё-таки он как-то посвободнее. И мне кажется, что... Большая вероятность того, что... Могильщики будут именно здесь. Что привело тебя сюда, наёмник? Откуда ты? Неужели грех? Не помню уже, когда в последний раз мы виделись. Кажется, Афганистан. Вспомнил меня бородяга. Я от Крамера. Ты в деле? И да, и нет. По старой дружбе решил помочь вам. Крамер сказал, что ты работаешь на диггеров. Что им нужно от тебя? Чтобы я убил тебя, грех. Есть некий сталкер. Змеем кличут, похоже. Он ведёт двойную игру. Что привело тебя сюда? Наемник. Да, я знаю его. Пересекались как-то в мёртвых землях. Я у него твар перехватил. Оставил парня без работы, в общем. Ха. И долг его нагнул. И свои же опустили. Теперь ясно, почему он всем хочет мстить. Змей головой не думает. Всё силой хочет захапать. Может быть, но на этот раз он хочет сделать всё по уму. Однако твоё прикрытие он так и не сломил. Он чем-то обеспокоен. Сидит на базе или в приказы раздаёт. Конечно, будет сидеть, когда на него охоту устроили. Ещё бы. Я ещё и долг на него натравил. Это наш шанс. Пока змеи поджав в хвост торчит у дикеров, мы разведываем обстановку. Что ты имеешь в виду? Будем копать могилу. Ты в деле. Всегда. Ни пуха, ни пира тебе. Нет, я его убивать не буду. Это всё-таки... Так, стой. Стой, 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 стой. А кто этот сталкер? Какой-то странный. Это историк. Я его на кордоне встретил. История его жизни весьма печальна. Раньше он вселенучителем истории был. А когда она начала расширяться, его сократили и пустили по миру. А сам-то он без семьи. В общем, не держал его на большой земле ничего. Поэтому решил покончить с собой, отправившись в зону. Но везучий гад. Военные не поймали и в пасти мутанта не оказался. Да и лихой бандитом не заинтересовался. А познакомились мы, когда я могилку копал. Он, ясное дело, перепугался. Слышал, видимо, про зомби. Но я его вовремя успокоил. Разговорились. Оказалось, что он был пацифистом. Не пьёт, не курит, не лжёт, не ворует. Не убивает. А вот лопату держать в руках может. Взял его с собой, до сих пор жив. А что с тобой-то случилось? И что за работа у тебя? Могилы копать. Я прозрел. Понял, что всё мирское, не моё. Зона открыла мне глаза. Мне было видение, что однажды я найду нечто. И теперь я в поисках. Нечто? Что это может быть? Не знаю. Но я уверен, что сразу пойму, если это оно. Так, когда начнём? Когда ты будешь готов, что это значит? Я не могу свободно передвигаться по свалке, зная, что первая встречная сталкер захочет меня прикончить. Но вот тебя они не тронут. Хорошо. Что нужно сделать? Отыскать нечто. Тебе придётся погрузиться в странцы и во сне найти дорогу. Но куда без памяти ты себя не заведёшь, мне неизвестно. Так все перспективы. Предлагаешь мне заняться йогой? Нет, всё намного проще. Я дам тебе волшебное зелье. Ага, потом преврошусь в овощи или наркоманом стану. Ни в коем разе. Тогда я подумаю. Ладно, я готов. Давай свою борду. Главное запомни, что видел. Всё, пей один глоток. И как я на это подписался? Ой, нас сейчас покроют походу. Иди ко мне. Ты обретёшь то, что заслуживаешь. Нас накрыл по полной. Принять противоядие. Ага. Ладно, ребят, тут мы впродим уже в следующей серии. Я думаю, на сегодня хватит. С вами был Бисквит. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. До встречи в следующей серии. Всем пока.